Здравствуйте, дорогие друзья! Продолжаем изучение двух завершающих глав Торы Книги Шмот. Мешкан. Мешкан занимает все четыре главы. Мешкан занимает больше места, чем мы уже говорили, в становлении мира. Почему? Ну, потому что мы говорили тоже, что Мешкан это не только храм в вечности, это и наша душа. Вот наш Мешкан. И мы говорили, понимаем, что есть хозяин мира, который отправил нас сюда. Да, давайте вот теперь вместе, как говорили мудрецы, чуть обобщим и подумаем. На всякий случай, разочек. И так человек родился, неизвестно, никто его не приглашал, он не знает, откуда он пришел, не знает, куда уходит. Он не распоряжается собой, не выбирает, где родиться, в какой семье, не выбирает полцвет глаз, миллион других особенностей. Он не выбирает, оказывается, человеком кто-то руководит. А так как в начале было слово, да, то человек приходит в основном из духовного мира. Точнее, приходит его душа и вселяется в материальное тело. А для чего? Когда мы говорим «я», вот кого мы имеем в виду, где находится это «я» в сердце, в печени, там, где находится ваше «я», подумайте об этом. Мы не знаем ни до конца Бога, безусловно, и не понимаем, потому что, ну, где Бог, где мы. Но мы знаем его качества, да, какие качества там, ну, что еще, милосердный, милующий, добрый и так далее. Какой вывод мы можем сделать? Маленькое такое существо, человек, что все, что происходит со мной к добру, если есть Бог, если Он создал этот мир, если Он добрый, то все, что со мной делается к добру, просто я со своего кусочка жизни, вот этого маленького, 120 лет, я не в состоянии этого понять. И действительно, можно не ругаться матом, когда тебе на ногу падает кирпич, но радоваться этому, это очень сложно. И тем не менее, наша задача не меняется, хоть она проще. Человек должен в этом материальном мире работать в духовном, развивать себе духовность. Вот это важно, а вот все остальное окажется неважным потом, через 120 лет. И не обязательно это делать 24 часа в сутки, и даже 18, это для праведника. Ну, что-нибудь, ну, должен уделить основному, для чего пришел в этот мир. Иначе наши жалобы на несовершенный мир, но это жалобы человека, который стоит у банкомата, и вместо того, чтобы набирать код, бьет его ногой, а если он противник насилия, то поливает его кофе. Результат один. Поэтому говорят мудрецы, что у нас есть драгоценная возможность изменить ход вещей. Надо обратиться к себе внутрь, да, вспомнить, проверить порядок наших приоритетов. Вот я много говорю, а какие, сколько времени, не говоря уже о деньгах, или там, я отдаю телу, а сколько душе, посчитайте, и все будет правдой. Сколько тратится там, неизвестно на что, а сколько ради духовного. Насколько мы откармливаем каждый день тельца, а насколько отдаем храму, вот посчитайте. Если люди говорят, что нет сил, там некоторые говорят, нет здоровья, да. Сказал Любавич Хирейбе, когда наши предки готовились принять Тору, святой дал им здоровье. Это позволило им сосредоточиться на основной, поэтому написано, что реально сосредоточившись на духовных вопросах, это приносит дополнительное здоровье. Все знают, что убить себя плохо, да. Но не развивая свою духовность, мы тоже совершаем убийства. Духовное самоубийство, это дело, это еще страшнее, тело временно. А душа вечная, это значит, что мы совершаем над собой вечное насилие. Надо немножко подумать об этом, надо задать себе вопрос, а вдруг все так и есть. А может быть со мной, так сказать, через 120 лет, все мои заслуги в том, что и было у меня там 10 минут урока, или там 5 минут чтения книги, а все остальное, что мне казалось важным, таким, никуда, ничего, ноль, авель, ничего, пух, да. Что происходит? Почему мы все время, написано, почему все время мудрецы говорят о духовном, о сплочении, о душе? Потому что до начала творения все человечество было объединено в одну единую душу. И оно потом рассыпалось на бесчисленное количество искры. И вот как каждая вот эта вот душа должна пройти свою трансформацию, достичь собственной уникальной духовной цели. Вино духовной. Многие теоретически это понимают, но пытаются как-то так, знаете. Но таковы дарования Тору условия. Написано, внутреннее очищение, позволяющее душе впитывать больше света. То есть пока не улучшишь свой сосуд, ничего не получится. Написано, почему мы требуем от себя последовательности, от всего, что нас окружает, но миримся с противоречиями в собственном поведении. Может мы не такие честные, когда дело касается нас, сказали мудрецы, это не я. Мы должны спросить себя, как можно надеяться на обретение покоя, если жизнь разделяется на то, во что ты веришь и что ты делаешь. Так не будет. Брахава Ацлаха разобраться нам в этих непростых вопросах в мешкане в себе.